Мы живем в одном из самых солнечных регионов нашей страны. Помимо благоприятных условий для жизни Черноморского побережья, есть еще один фактор, который заставляет задуматься. Активное солнечное излучение повышает риски онкологических заболеваний кожи. Так ли это и какие еще причины могут вызывать рак кожи? За ответами на эти вопросы мы обратились в Центр онкологической помощи имени Ефетова. Онкологические заболевания кожи протекают у человека по-разному. Они могут быть опасны быстрым формированием метастаз, а другие растут очень медленно и поддаются быстрому и успешному лечению. Об этом мы решили поговорить со специалистом Центра онкологической помощи имени Ефетова. Начнем с хорошей новости, да, как говорится, с доброкачественных новообразований. Сюда относятся атеромы, ну что это такое, простыми словами это закупорка сальных желез, да. Сюда относятся дерматофибромы, фибромы различные, ну и в принципе можно на этом список и, наверное, завершить, да. К злокачественным новообразованиям относятся по степени, скажем так, их злокачественности. Первое – это базилиома, да. Второе идет по степени агрессивности – это плоскоклеточный рак кожи. И третье, ну, скажем так, меланома, она не совсем относится к коже, потому что она может находиться в любых клетках пигментных, а они не только в коже находятся. Главными причинами возникновения рака кожи может быть продолжительное воздействие ультрафиолетового излучения, радиация, постоянное механическое повреждение кожи, контакт с химическими веществами, а также тяжелые иммунодефицитные состояния человека. Причины возникновения злокачественных новообразований у нас достаточно подробно изучены – это поломки в генетическом коде клетки. Секрет для каждого из нас, что у нас каждую секунду образуются злокачественные клетки в организме, но иммунная система достаточно успешно с ними справляется и уничтожает, так сказать, зародыши. Когда возникают генетические сбои и нарушения в системе иммунитета, то подавление злокачественных клеток не осуществляется. Как проявляется и как быстро будет развиваться онкозаболевание кожи будет зависеть от гистологического вида опухоли. Например, базалиома имеет вид бляшки или узелка одного или нескольких. Развитие плоскоклеточного рака начинается с небольшого уплотнения на коже, поверхность которого покрыта корочкой. А меланома на начальной стадии развития может проявить себя в изменении цвета и контуров уже имеющейся родинки. Достаточно четко определить, что эта меланома практически человеку, если она в небольших размерах, невозможна. Для этого необходимо, чтобы его смотрел специалист. Что может человек увидеть или по каким признакам заподозрить? Так это, во-первых, все злокачественные новообразования, они, как правило, имеют неровные, изъеденные края. Они, как правило, больших размеров становятся, больше 6 мм в размере. Доброкачественные новообразования кожи не опасны для жизни, так как не проникают в ткани и не дают метастазы. Но, как и любое новообразование, доброкачественные также требуют пристального внимания и пациента, и доктора. Все доброкачественные, они, как правило, круглые, овальные, четкие, безболезненные. Ну, как и, в принципе, злокачественные, они тоже безболезненные. Но они имеют хорошо червяченные контуры. Все, что злокачественное, оно имеет изъеденность контуров. Потому что злокачественные новообразования, они характеризуются эксцентричным, то есть проникающим ростом в подлежащие ткани. И они не раздвигают ткани, они как бы сквозь них проникают. Поэтому контуры становятся вот такими вот изъеденными. Кроме внешних проявлений, человек может не ощущать больше никаких симптомов, исключение меланома. Строго говоря, это не истинная опухоль кожи, да, как мы говорили. Но при ней часто бывают отсевы, так сказать, дочерние культуры, метастазы, называемые в медицинском сообществе. И в зависимости от того, куда будет метастазов, кости, легкие, да, то со стороны этих же систем и органов будут какие-то нехарактерные проявления, которые порой заставляют обратиться человека к тому же травматологу, к пульмонологу. И дальше уже по мере диагностического поиска мы приходим к тому, что у человека есть банальная меланома. Онкологические заболевания кожи лечатся оперативным способом, а также подлежат гистологическому исследованию. А с меланомой все гораздо сложнее. Для начала необходимо полное обследование пациента, чтобы исключить наличие метастазов. Затем доктор выберет нужную тактику лечения. Она зависит от стадии заболевания. Условно говоря, прогноз по меланоме – это одно из самых злокачественных новообразований. Прогноз по меланоме зависит, во-первых, от типа, да, там есть несколько типов, подтипов, и от стадии. Естественно, что на первой стадии прогноз достаточно благоприятный. Так называемая пятилетняя выживаемость, она составляет порядка 90, ну, 70-90%. И чем выше стадия, то тем, естественно, меньше пятилетняя выживаемость у пациентов, несмотря на все доступные методы лечения. Методы профилактики онкологических заболеваний кожи универсальны. Соблюдать режим сна, исключить вредные привычки, вести активный образ жизни и следить за сбалансированным питанием. Поменьше бывать на солнце в пиковые периоды, да, когда наиболее жаркое, так сказать, солнце. Да, если у вас кожа достаточно бледная, так скажем, да, то применять какие-то фотозащитные кремы, стараться почаще находиться в тени, да, и не загорать слишком долго, так скажем. Ну, и, естественно, посещать врача, онколога хотя бы раз в год для осмотра контрольного. Ну, и если у вас какие-то сомнения по поводу ваших родинок, то не обязательно ждать год, можно приходить в любое время. Мы всегда проконсультируем, расскажем. Не стоит игнорировать подозрительные симптомы на коже. Вы можете обратиться в Центр онкологической помощи имени Ефетова, где специалисты проведут качественную диагностику с помощью современного оборудования. А вы смотрели рубрику «Здоровая тема». Увидимся в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин